Если вдруг вас чрезмерно посыпают похвалами, это повод насторожиться и быть более внимательным к тому, как будут дальше происходить развития событий. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие уважаемые мои подписчики, мы с вами поговорим об одной очень страшных, но максимально завуалированных манипуляции, которая называется черный ход. Суть этой манипуляции заключается в следующем. Ваш манипулятор, то есть человек-манипулятор, который хочет от вас что-то, он всячески будет вас нахваливать для того, чтобы расположить к себе, а потом что-то попросить. Этот человек, может быть, даст какой-то подарок. Помните, Роберт Чалдини описывал эту манипуляцию, что сначала дают какой-то незначимый подарок, а потом просят какую-то услугу. Вот точно так же это делается и здесь. Суть этой манипуляции заключается в том, чтобы всячески взять, расположить вас к себе для того, чтобы потом что-то у вас попросить. Есть еще один очень немаловажный подход в этой ситуации. Допустим, манипулятор хочет на самом деле получить от вас всего 100 тысяч рублей. И он понимает, что если он сейчас подойдет к вам и попросит 100 тысяч рублей, то вероятность того, что он их от вас получит, минимальная. Поэтому он подойдет и попросит 500 тысяч рублей. Естественно, получит отказ. После этого скажет, ну хорошо, займи мне хотя бы 100. И вот эта разница между 500 тысячами и 100 тысячами, она будет действительно очень значимой. И вы, скорее всего, на это согласитесь. Поэтому давайте сделаем вывод из того, что я сказал сегодня. Если вдруг вам дарят какой-то подарок, просто так, невзначай, обязательно спросите, с чего ради и что вы взамен будете должны. Ну либо просто скажите, если вы искренне хотите, чтобы я принял этот подарок, давайте мы с вами сразу договоримся, что взамен я вам ничего не буду должен. Если человек вам, вас посыпает всякой разной похвалой, то тоже будьте внимательны, будьте настороже. Ни в коем случае не расплывайтесь в улыбке, не уходите в 100% на доверие. Знайте, что, скорее всего, у вас о чем-то попросит. И если вдруг вас просят о чем-то большом, а потом просят о чем-то маленьком, знайте, что первая просьба была специально. Знайте эти манипуляции и не попадайтесь в них. Но если вдруг, дорогие уважаемые мои подписчики, так случилось, что в вашем окружении есть такие люди, и вы постоянно попадаете на эти уловки, и не можете по каким-то причинам с этими людьми расстаться, и не знаете, как поступать и как выходить из этих ситуаций, приходите на бесплатную диагностику, посмотрим, чем я смогу быть для вас полезен. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом!